Куда делся ваш ласковый и послушный малыш? Вместо него все время капризничает, что-то требует, топая своими неокрепшими ножками маленький деспот. Не волнуйтесь, скорее всего, у вашего крохи кризис первого года жизни. Рассказываем, как его распознать и как вести себя с малышом в этот непростой для него период жизни. Кризис первого года жизни ребенка происходит в период с 9 до 18 месяцев жизни и сопутствует переходу малыша на новую ступеньку развития. Кроха перемещается из сидячего положения в стоячее и начинает ходить, как все взрослые. Новые возможности малыша помогают ему лучше узнавать мир, пробовать новое буквально на зубок, трогать ручками и всячески проявлять самостоятельность. Но родители многое запрещают, что и вызывают бурю недовольства и капризы у крохи, и как следствие истерики и слезы. Кстати, у ребенка это не единственный кризис. После сложного первого года случается кризис трехлетнего возраста, когда малыш проходит этап социализации, затем семилетнего возраста, когда ребенок идет в школу и кризис переходного возраста 12-14 лет, когда происходит половое созревание. На привычные процедуры ваши чадо реагируют открытым и довольно агрессивным отказом. Более того, малыш пытается сделать все по-своему, желание быть в центре внимания. Очень часто в период кризиса дети требуют к себе повышенного внимания, а если не получают его, то начинают капризничать и упрямиться. Обидчивость. Добродушный малыш вдруг начинает болезненно относиться к замечаниям и тут же бросаться в слезы из-за малейшего отказа. Противоречивость в действиях, вопросить что-то у мамы и тут же передумать – тоже одно из проявлений кризиса. Непоследовательностью своих действий и противоречивостью кроха привлекает внимание родителей к себе. Что же делать в этот период? Главное для родителей годовалого карапуза понять, что кризис не вечен. Запаситесь терпением и ни в коем случае не вините кроху в его капризах и непослушании. Выработайте стратегию, всегда рядом, но не навязчиво. Не ограничивайте самостоятельность малыша, но в нужные моменты не отдергивайте кроху, а просто переключайте его внимание. Ой, посмотри, что там. На время кризиса снизьте планку строгости и позвольте ребенку некоторое поведение, которое вы легко можете нивелировать. Например, не ругайте его за разбросанные игрушки, уж тем более не заставляйте собирать их. Вам ведь не трудно собрать игрушку самому. Но и не предоставляйте ребенку полную свободу. Согласуйтесь с родными, папой, бабушками, дедушками все запреты для малыша. Чаще гуляйте с малышом, а также соблюдайте режим дня. Чем более стабильным будет его день, тем меньше будет в нем потрясений и поводов для истерик. По этой же причине сохраняйте в семье близкие отношения и оградите кроху от конфликтов, чтобы не сугубить кризисное состояние. Дайте понять ребенку, что вы родной и близкий для него человек, который всегда придет на помощь и поддержит. Чего же нельзя делать в этот период? Чтобы кризис прошел быстрее и мягче, не нужно в этот период показывать малышу, что вы доминируете над ним. Вашему ребенку важно, чтобы перед ним не был взрослый, а прежде всего друг. Не запрещайте самостоятельность, это чревато тем, что вас может вырасти аморфный, не способный на собственное мнение и решение человек. Не игнорируйте кроху, проявите свою фантазию и изобретательность, чтобы быстро успокоить малыша и настроить его на мирное разрешение конфликта между ним и вами.